Super Meat Boy Forever Новая игра во вселенной Meat Boy, которая вышла 23 декабря 2020 года под руководством команды Team Meat. Игра, к которой Макмилен не имеет никакого отношения, так как прав на Meat Boy у него уже нет, к сожалению. И мне кажется, именно это и убило игру. Давайте разберёмся, стоит ли покупать и играть в эту игру, и что она из себя представляет. Начнём с того, что игра на данный момент продаётся в Epic Games Story. И это был очень хитрый ход со стороны Team Meat, так как вы не можете ни вернуть деньги за игру, ни написать игре негативный отзыв, и даже банально там нету обсуждений, что просто зайти проверить, почему игра может работать не так. А у меня она реально работала не так. Когда я с самого начала включил игру, она у меня шла в 5 фпс. Потом только где-то у них там на сайте я вычитал, что оказывается надо запускать игру с определённой видеокарты. Если у вас на ноутбуке две видеокарты, потому что по умолчанию она запускается с интегрированной видеокарты в процессор. Поздравляю! Я буду судить игру со стороны среднестатистического игрока, так как я потратил на игру свои кровные 450 рублей, и никто мне, естественно, их не вернёт. Игра старается сесть сразу на все стулья. Она же у нас и платформер, она и головоломка, так как фиг там разгадаешь, как проходить некоторые участки уровней. Она же у нас и рогали, к слову, так как у нас там грёбанная рандомная генерация, но при этом весь геймплей в игре сводится к нулю. А всё почему? А потому что это, оказывается, у нас раннер! Управление в игре всего в две кнопки. Прыжок и присед. Всё, больше ничего нет. И вся ваша игра будет строиться на том, когда в нужный момент надо подпрыгнуть, а когда нужно присесть. Соответственно, все геймплейные элементы завязаны на том, где тебе надо ударить кулаком врага, что, кстати, очень дебильная идея, совершенно не подходящая мидбою. Где-то тебе надо нажимать на кнопку, сломать стекло, ударить ящик и так далее. Теперь, что касается графики. Она вполне приятная, но совершенно стилистически не подходящая. Кассцены тут похожи на какие-то детские мультики. Враги выглядят, как враги из тех же самых детских мультиков. Весь шар мидбоя, созданный Макмилленом, заключался в необычной графике и зашибительном саундтреке от Барановски. Кстати, о саундтреке. Он тут ещё больше не к месту. Композиции начинают надоедать спустя пять минут игры. Один трек похож на другой. И вообще, иногда тебе начинает казаться, что ты слушаешь ребёрзовского Айзека. Даже вполне удачные композиции, которые записывались в их дипломах, были позже вырезаны из игры. Ну и вишенкой на торте становятся те самые рандомные уровни. Это очень неудачная идея, так как все уровни становятся какой-то кашей из-за нагромождения рандомных кусков уровней. Ни в одном уровне не чувствуется жизни, и все они похожи один на другой. И возможность пройти эти уровни теперь зависит не от твоего скилла, а от игры. Догадайся, как разработчик думал, надо проходить эти уровни. В купе с неудобным управлением играть становится очень некомфортно, и ты уже не получаешь тех эмоций, которые были при прохождении оригинального мидбоя. Если бы мне сказали, смотри, мы сделали мидбоя для мобилок, это рандомный раннер, чем-то похожий на оригинал. В таком случае я бы немного подумал, но представлять эту игру как игру для ПК, это просто втаптывание в грязь всего, что сделал Макмилен. В общем, я не советую вам покупать эту игру, во всяком случае сейчас, когда она эксклюзивна только для Epic Store. Если вы уж слишком сильно хотите поиграть в эту недоподелку, то найдите ее где-нибудь на просторах сети, тратить на это деньги совсем не стоит. Ну и чтобы не быть голословным, давайте посмотрим кусочек геймплея, который я записал, когда играл в игру. Всем привет, с вами Чибиси, и сегодня мы с вами поиграем в Super Meat Boy Forever. Я вам покажу, что это играет из себя представлять, что там надо делать и как там все обстоит. Сейф у меня уже не новый. Давайте начнем новый сейф. World Generator, да. Я уже до этого играл, какое-то количество наиграл, чтобы просто посмотреть, что из себя представляет игра, составить о ней какое-то мнение, записать обзор. А сейчас мы просто с вами поиграем немного, и я покажу вам, ну, собственно, что в этой игре происходит. Чипер Груф. Итак, у нас есть раннер. Раннер, который управляется всего одной кнопкой. И это Super Meat Boy. Вот до чего мы дожили. Макмиллен мы все просрали. Напоминаю, что Макмиллен отношения никакого к этой игре вообще не имеет. И мы проиграли. Ну ладно, ничего бывает. Собственно, даже то, что я проходил уже эту игру, не целиком, конечно, не целиком, я где-то половину прошел, ничего не говорит, так как тут у нас все такое рандомно генерируемое, современное, трендовое, и, соответственно, я как будто сейчас совершенно новую игру играю. Казалось, вы мне скажете, ой, как классно, у нас тут все рандомно генерируемое, каждый новый забег в игру будет по-разному. Но на самом деле это очень тупо. Это реально тупо, потому что, блин, я уже говорил о том, что все уровни в этой игре становятся похожими друг на друга, нет какой-то отличительной фишки каждого уровня, и, соответственно, даже названия, которые тут есть у уровней, они ни о чем практически не говорят. Тут от уровень в уровень отличается только количество геймплейных элементов. И да, сейчас вы только что видели панч по фейсу, блин, мухи. У нас тут есть статуи белок. Почему бы и нет, да? То есть, если вы проигрываете, вы начинаете сначала тот кусок, на котором вы сейчас находитесь. То есть, ты не начинаешь заново весь уровень, ты просто перепроходишь кусок какой-то. Не знаю, хорошо это или плохо. То есть, с одной стороны, конечно, не надо отыгрывать заново целый уровень, потому что они тут очень долгие. Ну, как очень долгие? 36 секунд длится этот уровень. Но вообще потом будет по несколько минут длиться каждый уровень. Но это многовато, чтобы переигрывать заново, мне кажется. Так что, с какой-то стороны они сделали правильно. Но с другой стороны, какой мидбой, если ты, блин, не начинаешь заново весь уровень, когда проигрываешь? Когда у тебя не одна жизнь на всю игру. Ой, на какую всю игру? Ну, вы поняли меня. Поэтому это очень сомнительное геймдизайнерское решение. Панч, панч. И что еще меня очень бесит? Вот прям не могу вообще. То, что тут некоторые куски уровня такие попадаются отвратительные, что ты просто вообще не понимаешь, что тут надо делать. И сначала полчаса вдупляешь, что, соответственно, и почему. А потом, следующие полчаса ты пытаешься этот кусок пройти. То есть, куски уровней тут совершенно неравноценные. Какие-то очень простые, какие-то очень сложные. И я реально на некоторых кусках застревал прям очень подолгу. Что еще интересное из таких вещей могу подметить? Гениально. То, что тут, в отличие от оригинала, ты фиг, когда откроешь темные уровни. Да, тут есть темные уровни. Но, чтобы это сделать, тебе надо просто быть гребаным спидрайнером. Ты должен игру обдурить так сильно. То есть, ты должен там без перерыва панчить воздух. Скатываться вот так вот вниз. Что тут, какие-то вот такие штуки вытворять. И тут всегда тебе будет не хватать одной секунды. Одной гребаной секунды. Даже если ты пройдешь, идеально просто. А еще тут есть долбаные пилы, от которых у меня горит, как не знаю от чего. Ну, это уже, конечно, не минус игры. Но, как бы, как бы все равно не очень. И мы как раз с вами попали уже на тот уровень, когда, когда тут у нас пилы появляются. Пилы крутятся, лавэ хомутятся. Так думают разработчики Суперметбоя Форевер. Тут есть соски. Вы спросите, что такое соски? Это типа бандажей. Чтобы открывать новых персов. Вот уж чего-чего, а персов тут дофигища. То есть, я, ну, я думаю, вы увидели, когда я начинал уровень. Там у меня показывалось окошко выбора персов, и там их было 500 миллиардов. Кстати, пила здорова, да. Спасибо за то, что меня убило. Вот, вот, обычно, вот о чем я говорю. Вот они эти куски уровней, которые, блин, ты проходишь по 10 тысяч часов. Ну, ладно, этот был попроще. Вот, вот, вот такой мне попадался в прошлом сейве. Вы не поверьте, что тут надо делать. Вот, во-первых, вот такие трюки, но это, это еще не все. Вы что думаете, это все? Вот, все. Я застрял на 10 тысяч часов тут. Спасибо. Тут, короче, еще вернуться надо. Каким-то, каким-то нечеловеческим образом. Ну, давай, отпрыгни от стенки, пожалуйста. Я тебя прошу. Я, я, я не знаю. Что тебе сказать? Что тебе сказать? О, ура. Теперь надо вниз. И вот сюда. А тут еще одна пила за тобой поедет. Фуф, мы прошли этот кусок. Спасибо. Спасибо вам, разработчики Team Meat. Вы такие офигенские. Ставлю 10 лукасов. Вы, кстати, не забудьте поставить лукас, потому что, на самом деле, это не первый раз, когда я записываю этот видос. Это уже попытка третья или четвертая. Потому что у меня, блин, ничего не записалось. Такого куска мне, кстати, не было. Но я чувствую, на нем я тоже застрянный. А как это проходить? Загадка Макмилена на решение один-ми-двой. А представьте, если Repetance выйдет вот таким. Это будет Айзек для мобилок. Кто вспомнил Айзека для Android, ставьте лайк. Кто не вспомнил, ставьте дизайк. Чебеси накрутил себе только что статистики. Нет! Все, вот это вот точно тот самый кусок, на котором мы застрянем на 2 часа. Опа-опа-опа-опа-опа-опа! Э! Ты слишком долго ехал. Мидбой. Мидбой, веди себя прилично У нас уровень почти закончился Опа, 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 опа Не получилось Не получилось, не фартануло Я хочу посмотреть, как кто-то в это играет Реально Я хочу посмотреть, как кому-то это реально будет нравиться Я вроде видел Некрос вроде трансляцию заводил Поигрулик в мидбое, блин Интересно узнать его мнение Кстати, заметьте Мы уже на 10 секунд от спидрана отстаем Там вон наверху время Соответственно Сколько тебе надо для Дарк Ворлда Я сколько не старался Я первый уровень проходил по 10 раз Что это было Я даже на гребаном первом уровне Не смог НИИИИИИИИТ Я думаю Эту проблему стоит описать Как словом баланс В игре нет баланса Между легкими и сложными Кусками Из-за этого получается, что игра Несбалансированная Ну что вот это такое? Как я должен это проходить? На что вы рассчитываете? На что вы рассчитываете? У меня сейчас подгорать начнет У меня почти получилось Мне кажется Мне кажется, надо туда упасть А потом не упасть Просто какой-то миллиметраж начинается Пиксель-хантинг Блин Я это прошел Ура 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Не, по-моему, это не вариант. Убегаем! Нет! Ого! Ничего себе кусочек, блин! Хм, надо посмотреть, если я уеду во второй раз. Нифига их обогнал, что я аж в переднюю пилу вцепился. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе, обманул тупые пилы, блин. Что вы мне сделаете? Что вы мне сделаете? Я в другом городе, мама! Так, у нас остался последний уровень. Это уровень с циркулярками. Что, в принципе, неплохо. Это старые добрые наши друзья-циркулярочки. Как это проходить, я понятия не имею. Но я думаю, разберусь. Да хватит, да что ты творишь-то, а? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Хе-хе-хе-хе, прям в эту вмазался. Опа! Опа! И ты насадился на пилу. Е-е-е! В смысле? В смысле, а как я это должен проходить? А, нормально Посидел, отдохнул Пошел дальше О, жесть Прыгай, прыгай, прыгай Прыгай, дурачок Давай Савчик Нет Нет Фиг тебе, а не проиграешь Ты не добьешься от меня этого игра О, это, кстати, очень даже похоже на оригинальный Уровень из мидбоя Хе-хе, насадился Саундтрек говно, если че Это я уже так просто подсвистываю Чтоб явно веселее было Все Все В общем-то мы прошли все уровни, где тут есть Дальше босс Могу его на секунду показать И все равно его не пройду сейчас за 5 секунд Что-то такой громкий Короче, надо Поломать все эти 4 кнопки Вот да, да Вот раньше были боссы Так боссы, блин А сейчас Вы поняли Самое веселое Из этой игры нельзя выйти У нее нет кнопки паузы Ее закрыть никак нельзя Можно вот так только на альт f4 нажать Прикиньте Прикиньте Вот это да Что ж Это был Супер криндж бой С вами был Чеби Си Плей Если вам понравилось То поставьте лайк Также не забудьте подписаться на канал Всем спасибо за просмотр Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok